Бизнеса закрылась 480 тысяч, почти полмиллиона больше, чем открылась. Вы что хотите? С кассовыми аппаратами, чтобы закрылся остальной бизнес, чтобы была безработица, чтобы создать социальный взрыв здесь в стране? Мелкие предприниматели из Житомира и житомирщины собрались здесь. Почему говорю житомирщины? Потому что здесь были представители Коростышева, Бердичева, насколько я знаю, и Новограда Волынского. Для того, чтобы сделать обращение к президенту, головой областной державной администрации, для того, чтобы выразить свой протест теми методами, которыми хотят вести закон о внедрении кассовых аппаратов для небольших торговых точек, для небольшого бизнеса, мелкого бизнеса. Этот закон нивелирует понятие спрощенной системы оподоткувания, потому что спрощенная система оподоткувания сама по себе подразумевает ограниченный оборот средств у предпринимателя в пределах второй категории, полтора миллиона на год и так далее. Люди готовы, люди платят, люди подстроились уже, уже привыкли к этому закону, к этим изменениям, начали, скажем так, нормально, системно платить налоги и так далее, и так далее. Тут вот нам решили преподнести очередной раз. Почему очередной раз? Потому что я частный предприниматель с 95-94 года. На моей памяти это, наверное, как бы не четвертый раз, когда разные правительства пытались вести кассовый аппарат. Я не считаю, что эта цель уничтожить малый бизнес, но очевидно, эта цель поставлена выжать больше с малого бизнеса. Ведение этих кассовых аппаратов для мелкого микробизнеса очень накладно, кроме всего. Расходная часть очень большая, она ощутимая, она для многих просто неподъемная. Люди не смогут все вот это, что нужно. Лицензионный кассовый аппарат, который продают нам монополисты. Программное обеспечение очень дорогое, лицензионное, которое тоже продают нам монополисты, которые сидят, очевидно, в Верховной Раде. Это все мы не потянем. Малый бизнес, мелкий бизнес не потянет это все. 30-го числа мы поедем к Верховной Раде. Третий раз уже за последние два месяца. Для того, чтобы очередной раз рассказать депутатам, выявить свой протест, показать свой протест против такого введения закона. Возможно, и надо учет какой-то ввести. Всем известно, что во всем мире кассовый аппарат не для того, чтобы контролировала финансовые структуры наши, каждое действие, каждый шаг частного предпринимателя. А для того, чтобы были взаимоотношения между клиентом и частным предпринимателем. То есть взаимообязательства. Для этого кассовый аппарат вводится. Для учета для самого предпринимателя, чтобы он мог вести себе учет. Кому это выгодно, удобно, он сам вводит внутреннее упользование. Если нужно дать чек, предприниматели дают чек своим клиентам. Но ввести такую систему, которая бы контролировала каждое движение, и в котором изначально заложена масса возможных ошибок, а за ошибки будут отвечать именно мелкие предприниматели, а не создатели этих программ, или конструкторы кассовых аппаратов, или несовершенство этих программ. Это все будет лежать на наших плечах. То есть, по сути дела, фискальная система, она дает больше пресс, больше зажимает нас для того, чтобы выдавить больше. И все.